Здравствуйте, меня зовут Александр Кошапов. Начинаем нашу программу Парадокс с 2 до 3. Звоните нам по телефону 65 10 99 и 6, либо пишите нам на сайт finam.fm, на страничку программы Парадокс. Стоит отметить, что сегодня программа необычная. У нас гость из-за рубежа, это Джеффри Саммерс, профессор политической экономии. Хеллоу, Джефф. Хеллоу, хеллоу. Напомню, что первая позиция Джеффри это преподавание в университете Висконсин Милуоки. Также он является автором статей Financial Times, Guardian и многих других мировых газетах. И сегодня мы обсудим, естественно, кризис, то, что сейчас происходит в мире в течение уже нескольких лет. Мы должны все-таки помнить, что кризис, который разразился в 2008 году, до сих пор не закончился. И та стагнация, которая сейчас наблюдается, как во всем мире, Европе, США и у России, это не есть окончание кризиса. И не есть время и период для восстановления. Это часть кризиса. A part of crisis, Jeffrey, now. Yes? Yes. Да, и, кстати, я не буду говорить на английском постоянно. У нас Джеффри с переводчиком Даниилом. Здравствуйте. Он нам будет помогать. В принципе, Даниил будет тоже звучать, поэтому не удивляйтесь, господа. Итак, первый мой вопрос, Джеффри. Текущая ситуация, главная новость, это политический кризис в США. Почти миллион... Почти миллион госслужащих остаются без работы, отправлены во временную отставку, не получают зарплаты. И я так понимаю, что этот политический кризис очень сильно зависит от экономического, глобального, мирового. Ну, для начала нам надо понимать, что это очень большие проблемы несет для экономики Америки. Ну, то, что политический кризис не будет разрешен в ближайшие дни. Вообще, нынешняя ситуация, да. Как и с другими европейскими экономиками мира, проблема в недостаточном спросе. Так что сокращение целого миллиона позиций, мы этот спрос еще сильнее уроним, потому что мы просто значительное количество денег из экономики изымаем. Так что это на самом деле усилит и как государственные расходы, и нагрузку на государство, потому что это означает, потому что должны быть дополнительные дотирования и траты на помощь, собственно, безработным, которые встают без занятости. Так что с экономической точки зрения здесь вообще нет никакого смысла. Проще сохранить работу этим миллионам госслужащих, которые, кстати, в Америке неплохо зарабатывают, чем уволить их и платить безработные пособия. Да, действительно. Тем более в таком времени, как сейчас, во времени очень медленного экономического восстановления. В США, что мы видим, это очень такой политический маневр, который очень сильно зависит от идеологии, в частности, идеологии чайной партии, чайного движения. Неофициальная партия, да, да. Крайне правое либертарианское движение в США. Они как бы одержимы вот такой совершенно утопической идеей, что как только вы избавитесь от государства так сильно, как вы можете, экономика сама по себе начнет идеально работать и функционировать. Сама по себе, да. То есть вот такой детский подход. Я так понимаю, это подход людей, кто не обременены образованием высоким. И в школах, наверное, мало учились, и плохо. Да, действительно, это действительно очень иррациональное, нелогичное поведение. И когда эти экономические меры не работают, это законодательство не работает, они не признают свои ошибки, они лишь их усугубляют в двойной, в тройной миле. И обвиняют официальные власти, которые вставляют палки им в колеса. Это как тридцатый, на самом деле. Великая депрессия. Да, когда был Советский Союз, была борьба с системой, когда любая проблема была, просто можно было сказать, что это какие-то там диссиденты, антиамериканские элементы и прочее. Похожие. Чайная партия, как и то же самое, они вот считают, что вокруг есть какие-то диверсанты, шпионы, которые не дают их мерам работать каким-то вот, чисто из злых намерений исключительно. Ну, а то есть чайная партия, она не видит проблему внутри страны, то есть она не считает, что это злоупотребление спекулянтов биржевых, спекулянтов на рынке недвижимости. На самом деле, я уверен, что из-за системы безопасности в США, в принципе, никто не может влиять на политику Америки. Скорее, она влияет на всех. И если проблемы в США, они зависят от внутренних распри, это как бы издержка демократии. Всем все можно, у всех есть свое мнение, у всех есть свой вес. Очень интересное явление, на самом деле. Что случилось после кризиса 2008 года? Большая часть людей, даже как, особенно популисты, как в плохом смысле слова, они обвиняли финансовый сектор и Уолл-Стрит, и, кстати, обвиняли в этом правильно. И я тоже считаю, что переборщили с спекуляцией. И мы вернемся через 30 секунд в студию. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, либо пишите нам на страничку программы Paradox Finam.fm. Меня зовут Александр Кошапов, и у нас в гостях Джеффри Соммерс, это профессор политической экономии штата Висконсин-Милоки. Пожалуйста, рассказывайте о своих ситуациях и, возможно, даже рецептах по разрешению кризиса. Продолжаем нашу программу, она посвящена кризису в американском обществе, эстеблишменте, в правительстве. И, естественно, кризис экономический продолжаем обсуждать. Джеффри Соммерс, гость нашей программы, профессор политической экономии. И сейчас мы ему задаем вопрос о том, об этом самом кризисе, из-за чего почти миллион госслужащих остаются без работы. Каковы перспективы этого кризиса? Может ли он привести к многополярному миру, где сильные экономики недавних развивающихся стран станут соперниками США? Да, действительно, я думаю, мы двигаемся к мультиполярному миру. Нет никакой страны, которая сейчас могла бы претендовать на то, что выиграть такую же роль, которую за последние десятилетия играла США. Конечно, нет, нет сомнения, что Китай будет очень сильным, но сейчас очень могущественен. Но также понятно, что нет никакого интереса для того, чтобы занимать такую же позицию, как занимала Америка. А то есть Китай даже не заинтересован. Нет, китайцы учили свои уроки о том, насколько разрушительны бывают военные конфликты. И как тяжело для экономики осиливать такие большие военные затраты. Они в результате благодаря СССР и Америки это узнали как раз. И как бы оба этих конфликта, их экономику сильно... Да, да, да. И не значит, что они просто какие-то мирные, там они пацифисты или что-то такое. Просто из чисто практических соображений в любом конфликте они не будут начинать стрелять. Понятно. Ну, на самом деле, как и Россия. Мы сейчас абстрагировались от всех военных конфликтов. И мы затрачиваем колоссальные средства на дипломатическое, не военное решение любых конфликтов. И пример в Сирии тому подтверждение. Более того, участие России в сирийском конфликте, точнее не военное участие в сирийском конфликте, является примером того, как нужно решать все вопросы. Вы согласны, кстати, с этим? С позиции России и с примером того, как нужно решать военные конфликты на примере России? Ну, мне, конечно, очень понравилось. Я был очень вдохновлен российской ролью в последнем сирийском конфликте. И, на самом деле, это пример той модели, той позиции, как мы можем разрешать конфликты более эффективным международным сотрудничеством. Ну, конечно, здесь свою роль играет то, что и у России, и у США очень большие проблемы с деньгами сейчас и со средствами. И как бы нет просто экономической возможности пробегать к старым решениям. Ну, понятно, уважаемый господин Саммерс, хочу напомнить вам, что Америка тоже умеет вести военные затратные конфликты достаточно экономично, экономно. Например, часть ближневосточных режимов признали, что они спонсируют атаку на сирийские войска официальные. И операция «Буря в пустыне» тоже была проспонсирована многими другими странами, и Америка не доминировала в затратах, военных затратах. Я не говорю, что не будет войной заниматься больше Америка, я просто говорю, что они больше не будут активно искать какого-то конфликта, не будут намеренно ввязываться в какие-то интервенции военные и прочее. Понятно, все согласны, что война любая, она очень затратная и экономически невыгодная. Ну, если мы посмотрим на то, что в Ираке случилось, США надеялись, что у них будет очень быстрое вторжение в Ирак. Ну, это да, это получилось. Действительно, нам было быстрым. Очень долгий выход. Они думали, что дальше это все будет спокойно, а вот это как раз с этим ошибочка. Они думали, что на Ближнем Востоке они стабилизм какую-то. Вы серьезно так считаете? И они также надеялись, что помимо какой-то этой стабильности в этом регионе, они также на мировой рынок большое количество дешевой нефти выбросят. Вот мне кажется, нефть это главное. Нефть это главное. Но в моем случае, нефть это главный вопрос. Конечно. Плевать на демократию на самом деле. На Ближнем Востоке. Скорее шариат придет в Америку и Великобританию, чем демократия на Ближнем Востоке. Деньги. Ну, я не думаю, что, конечно, ислам радикальный придет в США. Взрывы в Бостоне, мне кажется, как раз-таки говорят об обратном. И часть террористов в Найробе была гражданами Америки. Да, действительно, у нас много, например, мусульман в Детройте есть. И в других регионах. Но никакой, на самом деле, большой значимости это пока не имеет. А вот что действительно интересно и важно, и что действительно выпущено на свободу, с тех пор, как США способствовало в Афганистане, например, росту 80-х радикального ислама, такого, крайне милитаристского, для того, чтобы осложнить жизнь Советскому Союзу, это только то, что они выпустили силу, которую они не могут контролировать. Джин из Бутылки. Like they've released the gin out of the bar. Да, действительно, действительно. И мы видим, как старая колониальная система распадается от Северной Африки, от Брюстокова, например, до Южной периферии России. И Африка в каком-то смысле. Мы видим все вот эти старые государственные границы, как они потихонечку рушатся, разрушаются, ломаются и перестают работать. И двигаются к какому-то уже новой формации политической. И, конечно, это означает, что в Берлине сожидает еще множество конфликтов. Ну, хорошо, тогда возвращаясь к нынешнему политическому кризису в США. Вот то, что благодаря вторжению в Ирак на рынок было выпущено много дешевой нефти, все равно не спасло мир от кризиса восьмого года. То, что в части государства обнаружились прозрачные границы, и в результате рабочая сила получает возможность пересекать границу и спасать предприятия своим дешевым трудовыми ресурсами, тоже не спасло компании от кризиса, от закрытия, от банкротства. Главная проблема, которую у нас сейчас есть, дело не в каких-то мусульманских фундаменталистах, а у нас есть такой рыночный либертарианский фундаментализм в США. И, как бы, он потихонечку захватывает наше государство. Они, как бы, одержимы именно какими-то чисто идеологическими схемами и намерены продвигать свою программу, что бы это ни стоило. Ну, то есть, тотальное увольнение, тотальное закрытие предприятий, естественно, прекращение добычи, если оно дорогое, если не видно отдача от этой добычи, прекращение разработок, если не видно быстрых результатов этих разработков. Да, да. Достаточно интересно примеры США, потому что в США сейчас такая проблема, и что США не думают, что у них ситуация может быть намного хуже, чем она сейчас есть. Но за последние несколько лет в США появились новые технологии, в частности, энергодобычи, которые не дают расти энергии, и цены энергии достаточно достойны. Ну, различные там сланцевые и прочие. Ну, вот эти как раз исландцевая добыча, исландцевая нефть, горизонтальное бурение. Так что, на самом деле, стоимость производства в США падает. И это помогает, как бы, ситуацию уравновесить, в какой-то степени, потеря работ из-за политики дежурственной экономии государственной. Как бы, вот компенсируется. Таким образом, можно сказать, что он напоминает, как бы, с СССР 60-х годов, которые, когда нашли много нефти, и стали в итоге зависимыми. И вот сейчас США обнаруживают, что они в такой же ситуации. И, которая, конечно, в краткосрочном периоде принесет какие-то прибыли, но в долгосрочном будут проблемы. То есть, тот факт, что США обнаружили много сланцевого газа и своей собственной нефти, позволяет им сокращать импорт, все равно это не хороший в долгосрочной перспективе признак. Ну, потенциально это очень плохо для инноваций. То есть, позволяет им не разрабатывать, не изобретать. Потому что, да, потому что, ну, вы становитесь ленивыми, у вас, как бы, и так все есть. Все отлично. Зачем вам что-то разрабатывать? Да, то есть, как говорил Стив Джобс, stay hungry. Стив Джобс, say it's important to stay hungry. Мы уходим опять на новости. Вернемся через пару минут. Напомню, телефон нашей студии 651099,6, код Москвы 8495. Либо пишите нам на сайт финан.фм, на страничку программы «Парадокс», если хотите присоединиться к нашей беседе, если хотите присоединиться к обсуждению довольно-таки насущных проблем. Нельзя думать, что проблема в правительстве США нынешняя не отразится никак на экономике всего мира, и в том числе России. И, кстати, падение бирж по всему миру частично это подтверждает. Итак, мы продолжаем. Меня зовут Александр Кошапов. У нас гость Джеффри Соммерс, профессор политической экономии. Он сейчас занимается преподаванием в университете Висконсин-Милоки, но при этом также пишет статьи для Financial Times, Guardian, Asia Times, многих других изданий. Также он преподает в Стокгольмской школе экономики в Риге, курирует мемориальную библиотеку Андрея Гундерфранка и многие-многие-многие другие позиции занимает и оказывает пользу людям, которые хотят разобраться в нынешней ситуации. Дорогой господин Соммерс, я хотел бы сейчас вспомнить ситуацию Великой депрессии в США, то есть это начало 20 века, когда... Вот вы сейчас в начале программы очень разумно сказали, что увольнение рабочих это не выхо. Конечно, на короткий период это спасет компанию или компании от издержек, однако на государства уволенные лягут большим бременем, потому что нужно будет оплачивать их содержание в виде пособий по безработице. То есть нужно избегать увольнений как можно увереннее и как можно чаще. Редко прибегать к увольнениям. Так вот, вспоминая события Великой депрессии, капиталисты, работодатели, они вместо увольнений, ну правда на четвертый год после кризиса, не сразу, они начали... То есть приостановили увольнение и начали повышать зарплату работодателям и сокращать рабочий день. В результате у работников, у потребителей появились лишние деньги, лишнее время. Они стали покупать, они стали потреблять, компании заработали, магазины стали больше закупать и продавать. И страна потихоньку-потихоньку выкарабкалась из Великой депрессии. И вот сейчас насколько этот рецепт применим? Ну, не только в Америке, но и вообще, может быть, во всем мире, да. Действительно, вы правы в том, что выводы из этого имеют значение для всего мира, а не только для Америки. И одна из проблем этого кризиса, это то, что законодатели, на самом деле, сражаются на последней войне, скажем. И последняя, как бы, серьезная экономическая кризис, экономическая война, можно сказать, это был кризис 70-х годов, который структурно сильно отличался от кризиса, который у нас есть сегодня. А 30-е действительно были намного более похожи на то, что у нас сейчас. И так, что мы действительно должны использовать те же меры выхода, которые использовались тогда. Итак, в 30-х, благодаря президентом Фрэнком Эллено Рузвельтом, нам очень повезло, что у нас был, кстати, руководитель прагматик. И, на самом деле, он вообще не понимал, что ему нужно делать. Так что он слушал людей, которые в этом разбирались. Он пробовал, опробовал какие-то меры законодательные. И если они работали, он их применял далее. А если они не работали, он их не применял. Это вообще не похоже на сегодняшнее законодательство, которое очень идеологичное, которое вообще не смотрит на то, как что-то работает или нет. На практике они проваливаются, у них ничего не получается, и они продолжают делать то же самое. И они предполагают, что это не работает, потому что им нужно еще в какой-то более радикальной возвести в степень эту политику, и вот она-то уже заработает. А как вы говорили, в 30-х ситуация была очень уникальна, для своего времени, конечно, уникальна. Так что правительства столкнулись с ситуацией, когда финансовый сектор рухнул, и из-за него рухнуло и производство, конечно. Классические экономические рецепты, какая-то экономическая ортодоксия, предполагала, что нужно было просто сократить бюджеты государственные, и зарплаты, соответственно. И тогда, через какое-то время, зарплата станут достаточно низкими, чтобы опять предприятия могли нанять рабочую силу, но уже по более низким ставкам. Это что-то, что называют и тогда, и сейчас экономисты некой формой закона Сея. А Великая Депрессия доказала, на самом деле, что закон Сея — это не закон, потому что научные законы работают всегда, в любых обстоятельствах, в любых условиях. А закон Сея не работал в 30-х. Они дали вообще, на самом деле, в Великой Депрессии зарплатам опуститься до нуля практически. А все равно никто не нанимал рабочую силу. Люди хотели с табличками «буду работать за еду». И тогда они попробовали нечто другое. Да, действительно. Актёр, который сыграл, кстати, в фильме «Тарзан», после того, как его перестали приглашать в Голливуде, он преподавал, обучал плаванию за еду. Вспомнил только что. Первый черно-белый фильм. Так что правительственная стратегия была действительно очень хорошая на то время. Они решили, что если это не работает, то тогда надо попробовать поднять заработные платы. Так что производственные мощности будут загружены и будут запущены. Так что они поняли, что вот этот диспаритет, вот этот неравновесие между потенциалами и производственной возможности и маленькими заработными платами не был синхронизирован, они слишком... большой разрыв был между ними. Так что они законодательно утвердили минимальный уровень зарплаты труда более высокий. Они утвердили определённое максимальное количество часов рабочих, чтобы сократить рабочую неделю. И это замечательно работало. Вот с другой стороны, другая часть этой программы было значительное расширение построения американской инфраструктуры. На самом деле инфраструктура сохраняет деньги. А когда ты тратишь деньги на инфраструктуру, то в долгосрочной перспективе ты сокращаешь свои действия. И вся экономика работает лучше. Третий компонент меры по выходу из Великодепрессии были финансовые регуляционные меры. Так что они действительно очень сократили все возможности для спекулянтов занять какое-то место экономики серьезное. Вот эти три вещи вместе. Трудовое законодательство, затраты на инфраструктуру и очень жёсткая финансовая регуляция помогли создать самое большое расширение экономики, которое вообще человеческая история знала до сих пор. И которое почти 40 лет. Себя оправдывало. Я хочу сказать, что Обама во время первого своего срока, он же вступил в должность, когда начался, разразился этот кризис. В конце 8-го, начале 9-го у него инаугурация была. И он тоже продвигал программы инфраструктуры. Он также вводил меры регуляционных механизмов для бирж, для рынка недвижимости, для банков. А ФРС вместо повышения зарплаты, запрета увольнять, она просто вот раздавала деньги, печатала станок. То есть как-то заменила вот этот ваш первый пункт, она заменила печатанием денег ФРС. То есть рецепт тот же самый, инфраструктура, госрегулирование, но не запрет к увольнениям, а вливание денег в экономику. Я так понимаю, первый срок Обамы это все оправдывало себя. Америка поднялась колен. Вообще на самом деле не так. Вообще все не так. Ну, я имею в виду, она, конечно, не схлопнулась, как во время Великой депрессии. Да, и вот эта политика количественного смягчения, о котором вы говорили, и залив огромного количества средств финансовый сектор, предотвратила того, что просто все упало уж совсем, но окончательно. Но это совершенно недостаточно для восстановления. Надо сейчас сказать о некоторых пунктах важных. Вот что такое вот этот стимулус пакетч? Они на самом деле, вот эти меры помощи, они на инфраструктуру-то никаких средств не затратили, не пустили. Републиканская партия хотела как раз получить больше всего средств из этого пакета стимуляционного для того, чтобы компенсировать ими понижение налогов. Так что вот самый важный пункт этого пакета стимуляционного. Вторая его часть. было для того, чтобы правительством штатов тоже денег дать. Потому что они-то не могут эмиссию осуществлять. А денег у них не было. Надо что-то делать. Ну и Калифорния обанкротилась. Да, Калифорния went bankrupt. Да-да-да. Так что федеральное государство должно было дать им работу, просто чтобы сохранить какой-то социальный сектор полицейских, пожарных, учителей, для того, чтобы их не увольнять просто. А третья, самая-самая маленькая вот эта часть этого пакета, пошла на инфраструктуру. Так что это даже, нельзя сказать, что даже отдаленно приблизительная какая-то сумма, которая должна была быть потрачена, она была выделена. А вот финансовая регуляция была очень слабой, на самом деле. Ну, потому что, может быть, Бернанке идет со сроков Буша, когда разрешалось спекулировать сверх меры. Может быть, зависит от этого. Знаете, на самом деле, интересно, если мы назад немножечко отмотаем, на первую администрацию Буша, Буша-старшего. Иракская война. Тогда были проблемы, как и комиссии, но они были намного меньше, чем в 2008 году, конечно. Но в том кризисе они призвали к ответу 10 тысяч банкиров и тысячу из них посадили в тюрьму просто. А вот этот кризис, который, на самом деле, намного больше, намного серьезнее. И никого не посадили. Почти. Никаких банкиров не сидит. Печально. Вообще, Джеффри Саммерс, ваша фамилия похожа на Ларри Саммерса, которого прочили на место Бернанке. И я слышу в ваших словах некая небольшая поддержка политики Буша, еще первого, еще до Джорджа-младшего. А Ларри Саммерс, он был как раз с Бушами первыми, работал. Мы обсудим вот эти парадоксы в следующей четверти. Сейчас мы уходим вновь на новости. Если хотите присоединиться к нашей программе, звоните по телефону 65 10 99 6, код Москвы 8495, либо пишите нам на сайт finam.fm, на страничку программы Paradox. Напомню, мы обсуждаем политический кризис в США и то, как этот политический кризис перерастает в экономический и не только в Америке, не только на Уолл-стрит, но и во всем мире. И небольшое снижение индексов на биржах это подтверждает. Итак, мы продолжаем. Меня зовут Александр Кошапов, и мой гость Джеффри Соммерс, профессор политической экономии. Ему помогает переводчик Даниил. Большое спасибо. Да, да, да. А, окей. Я хотел бы сейчас немножко привести параллели с Россией. И вот сейчас, на самом деле, наше правительство тоже провозглашает курс на экономию, замещение дорогих трудовых ресурсов дешевыми трудовыми ресурсами. Вот финансовый обмотмент Борис Титов, он предложил легализовать 11 миллионов нелегальных мигрантов в России. Ну, это как способ. И вот мы же можем смотреть на то, что вот эта вот тотальная экономия, она не приводит ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе, что в ближайших впечатлениях, конечно, можно спасти, но это очень коротко-коротко-коротко-коротко-коротко. Вот, господин Сомерс, как вы думаете, что лучше сделать России, и все-таки мы все-таки похожи по некоторым структурным моментам с американской системой и с тем кризисом, который испытывает американская система. Да. Ну, понимаете, проблема, на самом деле, в российской экономике, в том, что она основана на такой финансово-энергетической пирамиде, как это можно назвать, так что нужно, чтобы постоянно росли цены на энергоносители, для того, чтобы не то, что развиваться, а просто поддерживать себя в собередном состоянии. Так что все вот эти инновации, горизонтальное бурение, сланцы и прочее, о которых я говорил ранее, а вот это уже больше не будет, уже не будет просто цен, ни таким темпом, ни вообще. Проблема США, это в том, что у нее чисто финансовые пирамиды, исключительно финансовые пирамиды, которые, собственно, мешают экономике. И так тоже не может дальше идти, потому что мы не можем бесконечно вливать капитал и бесконечно раздувать вот эти пузыри финансовые. Китай разработала тоже пирамиду, но ее пирамида строится на бесконечном экспорте. И нужно постоянно больше, больше, больше экспортировать, просто чтобы поддерживать саму модель. Ну, естественно, это не стабильная система. Так что в масштабе всего мира мы развили различные схемы пирамидальные, как схема Понси. А и ни одна из них не является стабильной, ни одна из этих моделей. А вот что России действительно нужно сделать, это начать в производственную мощность инвестировать, инфраструктуру, которую, как мы знаем, опять как спасение инфраструктуры, которая сейчас очень плохая, особенно дороги. Ну, и много-много всего прочего. Это, конечно, создастся благосостояние, которые, в свою очередь, смогут поддерживать и рост заработных плат. А вот сокращение затрат бюджета, сокращение вообще различных дотаций, которые приводят к тому, что инфраструктура все хуже и хуже становится, не восстанавливается и ведет к очень большому неравенству имущества. Это вот рецепты для того, чтобы было еще больше бедности и еще больше неравенства. То есть развивать инфраструктуру, опять же, те же самые, на самом деле, не такие уж сложные рецепты, которые помогли спасти, выйти Америки из Великой Депрессии. То есть развитие инфраструктуры, регулирование возможных там рынков, ну, небольшое влияние, небольшое участие государства в процессах. Или большое. И где? На самом деле, понимаете, важно понять, что всегда есть планирование определенное. Государство играет важнейшую роль. Всегда кто-то организует экономику в обществе. Это могут быть олигархи, это может быть государство, это может быть государство-монополистическая система капитализма. Но всегда кто-то планирует. Так что, на самом деле, все, что вам нужно, это нормальное, хорошее, работающее, прозрачное государство. Но это, конечно, легко сказать, сложно такого добиться. Но, в то же время, это невозможно идти дальше, не сделав, не выполнив эту задачу. Так что россиянам должны будут найти способ для того, чтобы такое государство получить и создать. Но поскольку мы все равно часть общего рынка, и глобальном уровне растет постоянно коррупция, растет злоупотребление. И вот, надеюсь, что мы увидим на мировом уровне реакцию против этого, против всей этой системы. Но вот о двух важных вещах, надо здесь сказать, у которых Россия должна инвестировать в дороги, в инфраструктуру. И вот должна остановить, как бы, вот это бегство, перелет капиталов. И мы все знаем, что происходит с российскими деньгами, они не остаются в России. Они идут в офшорные банки различные. Латвия? Вы сказали Латвия? Латвия. Да, Латвия. И, естественно, банки в Латвии. На Кипр, вот, например. Причем Латвия, как бы, действительно, одно из главных местных значений. Так что здесь не остаются средства. Мы не можем им распоряжаться для того, чтобы инвестировать в инфраструктуру или еще во что-то. Это, конечно, не проблема Латвии, это не ее вина. Или не вина Типра. Это проблема России, это ее вина. Вы должны перестать туда деньги высылать. Так мы же не высылаем. Для меня вообще это был сюрприз. Это был сюрприз. Я не продал денег в Латвии, в Цепру. Такой момент. Почему мы сейчас очень много... Ну, естественно, это олигархи пересылают, а не люди, как обычно, идут там в обменные пункты. Господин Соммерс, почему вы считаете, что наше правительство недостаточно прозрачное? Я имею в виду, что и американское правительство тоже держит кулак в кармане, дулю в кармане, и мы никогда не знаем, что ожидать от США. Ну, а никто не знает, что его ожидать от американского правительства. Американское правительство становится как бы совершенно бесконтрольным. Это следствие как раз такого в широком смысле чайного движения Чарни-Парти, репатерианского. Они... такое ощущение, что они питаются хаосом просто. Они не верят в какие-то меры государственные. И одна из их целей, это как раз организовать кризис, его еще больше усиливать, потому что они убеждены, что уничтожив государство, экономика и общество будут работать лучше. Возвращаемся к детской идеологии и возвращаемся опять в Россию. У нас все-таки есть кое-какой резерв от спасения, небольшое средство от падения цены энергоносителей. У нас бюджет заверстывается изначально за цену меньше, чем на рынках. Это дает нам какое-какое спасение, какую-какую подушку от падения цен на нефть. Так вот, не кажется ли вам, господин Сомерс, если вот все-таки цена на нефть, на энергоносители упадет, если все войны прекратятся и не будет причин для роста цены энергоносителей, это поможет России для того, чтобы соскочить с нефтяной иглы, с газовой иглы и развивать сферы, которые в России не развиты, в том числе и инфраструктурные проекты, туризм, какое-нибудь внутреннее производство и внутреннее потребление. Ну то есть многие другие сферы, которые сейчас не развиваются из-за того, что слишком хорошо и слишком высоко рентабельно продавать ресурсы за рубеж. Это проблема с 60-х, на самом деле, для Советского Союза и потом для России, потому что просто можно продавать нефть, просто энергоносители продают. Я не думаю, на самом деле, что прям упадут цены сильно на энергоносители, но они не будут расти точно. И в России вообще очень дорогая энергия, очень высокая цена производства и себестоимость. Так что это очень большие проблемы приносит. Это одна из вещей, из-за которых Советский Союз, собственно, упал. Нефтяной кризис в 80-х. Ну это, конечно, не единственная причина, но она сыграла свою роль. Так что Россия, на самом деле, сейчас стоит перед тем же кризисом. И на самом деле, как ни парадоксально это звучит, но это может быть хорошо для России. Ну вот так, ощущение... Так что общество получит шанс развиваться. Кризис в переводе с одного из азиатских языков означает возможность. Да, действительно. Кстати, я позволю себе вмешаться. Вы упомянули про то, что бюджет сверстывается, исходя из цены несколько заниженной. Он сверстывается, потому что есть бюджетное правило для того, чтобы сверх эту валюту всю изымать из российской экономики. Это мера стабилизационная финансовая. Окей, понял. Большое спасибо. Ну и у нас остается время для все-таки рецептов. Ну, сначала я... Окей, time for some recipes. Хотел бы просто вот коротко назвать какие-то... Точнее, спросить, как вы думаете, коротко, господин Соммерс? Ну, что кроме дороги, что кроме дорог и что кроме мер против оттока капитала спасет нашу экономику? Ну, или поможет нашей экономике российской? Ну, конечно, мы можем говорить о том, что необходимо увеличивать траты на образование. Совершенно делать другие исследования, то есть, долгосрочные... Различные явления, как Академгородок, нужно тратить вот на именно на такие вещи деньги, на долгосрочные исследования. Вот я, например, был в Академгородоке в Новосибирске. И я на самом деле понимаю, что там есть технологии, которые могут быть коммерциализированы очень успешно на глобальном уровне. Но потребуется больше инвестиций для того, чтобы это совершилось, наконец. И, естественно, коммерциализация произойдет только уже в долгосрочном каком-то периоде. И без государственной поддержки я не понимаю, как это можно осуществить. И, конечно, к несчастью и в России, и во всем мире вообще, не только в России. Поддержка государственная, что государственная поддержка означает просто возможность для коррупции. И вот эта проблема должна быть решена. Опять-таки, на тему инфраструктуры, что надо сказать. Вместо того, чтобы какие-то огромные проекты, невероятные планы городить, лучше начать с чего-то простого. Маленькая смешечка. Самое простое — это просто дороги. Просто построите дороги. Самое-самое простое. Дальше нужно кафе, заправочные станции, персонал. Персонал тоже что-то тратит. И, собственно, по цепочке экономику идет. Я надеюсь, вас услышит. И очень коротко сможет ли американское правительство преодолеть нынешний кризис. И когда? А не знает никто на самом деле. Я бы вот что сказал вам. У нас через год будут выборы в Конгресс. В 2014 году. Тен секунд. Так что нам надо ждать отчаянной партии. Хорошо. Гугл из программы «Парадокс» Джеффри Соммерс, профессор политической экономии. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.